трейдеры как обычно вас понедельник днем обзор рынков обзор макро статистики предстоящих событий на этой неделе и мы начнем с календаря что я вижу у нас уже сегодня вышли данные по безработице в европе еврозоне 91 рынке ожидали что будет все-таки чуть лучше 9 но вот не получилось вообще в еврозоне безработица исторически высокая выше чем сша выше чем в отдельных наиболее развитых странах евросоюза таких германии вы знаете там цифры 5 и 7 5 и 6 пунктов было вот в целом европа юг страдает высокими темпами роста безработицы даже не роста высокими темпами безработицы она снижается конечно помните 10 11 12 год ужасающие были цифры пятьдесят три процента среди молодежи между 18 и 40 и в районе 20 процентов доходила безработица но сейчас намного лучше и все же она остается высокой 9 и 1 процент также сегодня будет sm производственном секторе pmi 58 ждут чуть хуже это не столь важно вообще неделя у нас нонфармов на этой неделе будут важные данные по рынку труда так что по рынку труда в сша так что все остальное кажется менее важным на фоне пятничного события вот она нонфармы среда у нас тоже ничего важного только кей и дипи частная контора так скажем она публикует свои прогнозы по рынку труда опубликует свое видение свой альтернативный расчет количество безработных или нет новых рабочих мест безработных они помню публикует прошлый раз было 237 ты сейчас обещают 130 то есть это альтернативный взгляд на на будущую статистику по рынку труда и тебе конечно часто частенько ошибается но и тем не менее у нас уже есть какое-то понимание что будет и мы узнаем по фактическим цифрам ситуацию подсчитанную аналитиками вот и дипи в непроизводственном секторе аэсэм выйдет тоже в среду в четверг у нас торговый баланс тоже неважно все ждут пятницы в пятницу в 15-30 по москве киеву таллину риге выходят данные по нонфарм пейерлс это количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и эти цифры обещают быть достаточно слабыми хуже чем в прошлый раз хуже чем допустим в середине шестнадцатого года когда было почти 300 тысяч новых рабочих мест создана вот сейчас три раза меньше 93 ровно три раза меньше чем это может грозить ну во первых если цифры окажутся 93 и ниже скажем они 50 как это было мы поймем что это топ пять худших результатов по нонфармам за последние несколько лет за последние пять лет хуже было только вот в 14 декабре данные вышли за за 13 декабрь вот в шестнадцатом 43 и 50 было вот весной это будет означать что фрс возможно до конца года не повысит ставку возможно почему возможно потому что все таки одни цифры один месяц ничего не дают нужно ждать подтверждение нужно ждать статистику за там октябрь ноябрь и как раз концу года будет у нас осталось помню два заседания да да мне кажется два заседания осталось до конца года так что это всего лишь будет повод для фрс не спешить повышением ставки в этом году насчет восемнадцатого года где ждут три повышения возможно это вполне даже реальный сценарий если цифры будут высокие свыше 150 чего рынок не ждет нельзя сказать что маловероятно но рынок не ждет этого то повышению быть точно доллар получит мощную поддержку тренд на евро и usd усилится нисходящий тренд давайте переключимся на графики вот на свете фунт хорошую коррекцию сделал мне кажется это момент для входа где-то очень близко с небольшим стопом у нас фунт тоже нет это был фунт у нас евро и usd точно также рисует разворот золото уже достаточно сильно просела для любителей защитных активов очень даже неплохой момент для входа стоп хороший самый главный не знаем куда пойдет на 100 хороший и вот я это нефть нефть тоже рассаживается доллар растет по всем фронтам и вот евро рисует окончание головы фигуре возможной фигуре голова и плечи будет ли второе плечо мы не знаем но мы идем к линии шеи плечо голова возможно еще одно плечо нарисуем но тем не менее если мы пробьем раньше можно и без плеча упасть сделать коррекцию вот нон-фармы перед нон-фармами вот возможно такие гонки интересные нон-фармы расставят все точки мы узнаем что наконец думает рынок все еще эйфория по поводу того что в еврозоне все может измениться в еврозоне по крайней мере все только начинается марио драги начнет повышение ставок и вот почему евро уже отыгрывает эти данные или же а вот и ныне там ставки повышать никто в ближайшее время не собирается безработица высокая и как раз наоборот в соединенных штатах рынок труда ожил и уже показывает очень неплохие темпы роста это в случае если будет 150 и выше новых рабочих мест до создано в сентябре вот как то так ставьте стоп лоссы всем желаю профита на рынке хорошей недели ключевые уровни я обозначил мы завтра об этом поговорим у нас во вторник вебинар а всех жду на вебинаре и мы поговорим о том на каких уровнях стоит ждать евро и фунт и золото стоит ли входить несколько идей сразу будет ну и как обычно рынок в картинках и в цифрах я вам несколько покажу графиков где вот какие то есть интересные вещи еще раз всем удачи и профита на рынках спасибо до свидания